приветик девочки ну как всегда да вы же знаете что я в основном для вас показывает то что я готовлю то что я покупаю и так немножко болтаю так вот варится картошечка здесь готовятся овощи такие знаете замороженные бутоги мюзы в общем я немного добавила воды и на медленном огне все это дело протушу здесь уже готов соус обыкновенный такой беленький я пережарила лук добавила немного муки вода сметанка вот такой белый соус для овощей и картошки здесь посмотрите какая красота неля сегодня наверное свет рукой надо включить так это красивее выглядит и все равно камера искажает цвет ладно неважно но что хочу сказать неля освоила термомикс с помощью термомикса она напекла вот такие как это называется сезам ринге да в общем кольца такие дрожжевое тесто и посыпанная кунжутом очень-очень вкусно получилось вот прям очень вкусно так что неля потихоньку-потихоньку дружится с термомиксом про цвет начала говорить как-то немного вперед да я фаршировала блинчики и в комментариях не написали что ужасно выглядит ну вот да почему-то камера очень сильно искажает цвет я своими глазами вижу их совершенно по-другому здесь они через камеру смотрятся какие-то землянистые почему-то это очень-очень вкусно конечно калорийный на или сказала одна штучка 500 килокалорий но как отказаться от такой вкусноты я не знаю приехала я недавно после работы на нас полчаса повалялась ноги устали тушку мою таскать заезжала после работы вернее заходила после работы в русский магазин микс-маркт я работала там недалеко буквально 950 метров стояла по навигатору да но я просто не знала как там через дворы пройти я забила на всякий случай это он вел какими-то входными путями я просто ну как бы сориентировалась на медности я очень быстро зашла дошла до магазина буквально наверно за 10 минут даже наверное меньше в общем зашла магазин дождь у нас идет не переставая погода вообще ужасные эти дни ну вы знаете да я имею ввиду тех наверно кто смотрит меня из россии что у нас тут ураган какой день подряд вчера просто сносила с ног сшибала я вчера стояла на автобусной остановке и мама ухватила ребенка успела за руку ухватить то есть его прям качнула вот он сделал шаг на тротуар ну с дороги да и его прям качнуло и в руках зонтик зонтик вырвало правда так хорошо один водитель на машине остановился и он догнал этот зонтик и вот прям посередине на перекрестке да и отнес потом ребеночку этот зонтик ну такой детский маленький но вообще ветер просто ужасный сегодня как после бомбежки контейнеры все вот эти мусорные крышки открыты пакеты везде летают у кого-то я ехала с работы видела прям вот как у нас маркиза да стоит на на балконе вырвана то есть полностью вот сломаны вот это все это вообще ужас какой-то ветер конечно ужаснейший сегодня потише но опять же вроде вечером обещают будет опять сильный ураган но шел дождь я я дошла до магазина я была мокрая маккейс магазина вышла я стоял подождем ну куда какой зонтик ветер все равно разорвет этот зонтик еще и сумка в руках рюкзак за спиной давно я так нет но я знаю что серёжа сегодня поздно вернется с работы в общем и я решила раз поблизости зайти и сделать покупочки кое-какие потому что мне нужно было купить мясо обязательно говядину я давно обещала серёжа приготовить борщ и купила дать сейчас поставлю готовится мясо и готовлю борщ просилась вашего капуста он не любит больше свежей капусты а я люблю без свежей я купила шпицкой это вот такая конусная капуста и она молоденькая смотрите какая она зеленая хочется салат цены конечно девчонки стоят и говорят которые там прилавок отельные с мясом и с рыбой они горят мы умница мучились менять ценники цены растут просто на глазах я сегодня делала заказ вот буквально когда пришла с работы для тайсона ну я ему наполнитель для туалета до корм и у меня было забрать заблокирована короче моя прибыль карта и я через пункты не могла делать покупали там магазине а тут я решила дочь мне помогла короче разблокировать в общем решила сделать через интернет опять заказ и почти на евро то есть раньше если я ему покупал этот наполнитель он стоил там 14 56 за 2 по акции да там у них было сейчас у них две по акции 15 99 этого же самого наполнителя сухой корм подорожал даже такая вкусняшка знаете баночка я им покупала на стоил 256 сейчас она стоит 349 просто вообще на глаза но и вот цены до в русском магазине тоже я купила все это принесла вот немножко у меня там в рюкзаке я капусту положила стеклянные баночки и сумочка но я вам сейчас конечно покажу и все получилось на 56 евро представляете цены ну да из неполезного и лишнего я купила вот столько конфет сейчас даже скажу сколько по весу один пакетик двести тридцать шесть грамм и другой 400 грамм конфеты одни стоит 7 90 за килограмм другие за 8 90 в общем получилось 2 10 и 3 13 это за конфеты семечки 2 50 мы покупаем только вот эти от мартина у нас периода эксперт по ним и поэтому покупаем только эти уже очень много времени укроп сейчас скажу сколько стоил евро 29 пучок такой купила вот именно хочу с капустой огурцы купила свежие которые ну красивые такие лежат килограмм огурцов на минуточку 5 евро 499 стоит я вот здесь немножко взяла вот такие огурчики но они вот прям такие знаете свеженькие даже прям как будто с цветочками такие ну не как будто с цветочками купила я огурчиков увидела мне прям так захотелось я после работы и хотя я завтракала на работе во сколько я завтракала в 11 и я все равно была уже голодной поэтому я опять нагребла так что у нас стоили огурчики получилось 580 грамм на 229 за такое количество огурцов купила томатную пасту вот такая баночка евро 29 стоит у меня закончилась на больше купила серёжа когда-то покупал говорил что ему это вкусно типа хреновина да но такая консервированная тоже что-то около двух евро стоит 2 евро но девять центов вот такая икра типа деликатесная с креветками и конечно понимаю что это не очень полезно но это очень вкусно это не любит я не купила так что еще наша любимая сметана сваля две пачки я взяла две банки они по 100 грамм да правда нет они по 380 грамм тайсон веселиться там так сметана стоила евро 99 затем я купила еще вот такую аджику остренькую серёжа тоже ну это он любит и всегда ему нужно чтобы дома было поэтому раз я попала русский магазин я купила ближайшее время мы туда снова не поедем и это аджика стоила сейчас скажу сколько 249 вот такая баночка 500 миллилитров когда-то мы это все делали сами сода 79 центов закончилась у меня надо что вроде как бы дома была затем купила печень трески это для серёжа это его любимое лакомство лишь говорю я всем по чуть-чуть что мое здесь любимое мою конфеты что еще не сделала а сколько стоило печень трески она стоила евро 99 вот такая маленькая баночка когда-то она стоила евро 59 потом евро 79 сейчас евро 99 два больших граната гранаты тоже цена поменялась буквально когда мы последний раз были в магазине они стоили 299 килограмм сейчас они стоят 349 за килограмм я как-то так боком установила вас и боком разговариваем на камеру и вот две гранаты получилось киво 200 то есть две гранаты я дала 424 затем я купила вот такие лепешки евро 19 тела хлеб ну что-то там дома хлеба не было хотела купить но полки были полупустые черные помидорки я их просто обожаю раньше дома всегда тоже росли такие черные помидорки купила 4 штучки вот именно на салат мне вот захотелось такого свежего палата и помидоры стоили сейчас скажу сколько шпиц коль кстати стоило 2 99 за килограмм да уж это просто капуста 3 евро за килограмм стоит помидоры стоит 349 евро 90 за 4 штучки затем я купила говядину суповая говядина и наверное девочка ошиблась в которой меня отпускала потому что сейчас в чеке увидела только сейчас увидела как бы заплатил еще больше потому что говядины получилось кило 160 и на ценнике я видела что он стоило 7 евро 699 мне пробили 599 да скорее всего девочка ошиблась когда она у себя там на аппарате код давала я магазине правда не обратила внимание ну вот так и получилось 695 вроде как сэкономила называется да и еще я купила свою любимую копченую дораду очень я люблю именно холодного копчения она мне очень нравится вот именно микс маркте цена конечно у нее кусучая она стоит 1399 за килограмм и получается две рыбки 600 грамм на 8 76 667 получилось но она очень вкусно я очень голодная я сейчас поставлю отвариваться мясо покушаю а потом еще вам кое-что покажу пришли посылки кстати одна пришла была 14 числа как раз был день влюбленных но я вам рассказывал что у нас такой день был я первый день на работу вышла сережа по врачам мотался и мы как-то не поздравили даже друг друга с праздником потом когда он не уже собрал с работы мы приехали домой ну пока тут переодевались пока туда-сюда и звонок в дверь он говорит кто это я говорю а скорее всего посылка он такой кстати с праздником тебя с днем влюбленных вот и твой подарок типа привезли я гордишь даже не знаешь что там все равно типа это будет твой подарок как раз пришли мои сумки которые заказала но я вам дальше потом все расскажу я очень хочу кушать показываю что обещала так тайсон увидел коробку быстрее быстрее с проверкой покажу что оставила что отправляю обратно показывать не буду потому что не понравилось и маленькая в общем оставляю сереже он померил три футболочки одна такая интересное качество это вам воли стопроцентная а это с чем-то смешанная но такие обыкновенные до футболочки на повседневную носку стоили не очень дорого по скидке сайт best secret вот пожалуйста тайсон про сумки 14 февраля пришли мне три сумки я их распаковала и сережа спрашивает ну я ему показываю спрашиваю как тебе он смотрит но вот это ничего допустим вот это сразу назад это не тебе никак не ну то есть вот разговариваем дэм сниму я могу слушай ну вот это вот мне нравится стоило 90 евро скидочка была и как бы я люблю такие модели сумок на повседневку на работу таскать это немножко такая оригинальная чистая кожа в общем сумка стоила 90 евро это десенгуаль или как может неправильно это выговариваю в общем мне понравилась сумка такая хорошая выделка у нее вот прям прям вот хорошая чем она оригинально то есть если вот так ее застегнуть она получается не очень большая да если расстегнуть вот здесь замочки до самого низа она получается довольно таки объемная тайсон ты не помещаешься и скрутился весь тайсон все все хорошо жизнь удалась сидит в общем она получается довольно таки объемная да вот это вот все выстегивается вот так вот так две ручки вроде и не очень большая при этом не очень маленькая здесь два кармана но они расположены с внутренней стороны если что-то такое по мелочевке положить там проездной что-нибудь такое здесь она на замке когда это все заправляется на еще и застегивается и внутри сейчас покажу внутри сумки небольшие карманы стандартный набор один карман на замке и здесь как всегда двойной кармашек и большой ремень который пристегивается на карабин и по бокам и сумку можно носить через плечо я оставила себе эту сумку мне она понравилась или говорит что ей не нравится но она не любит ей нужно что-то однотонное без вот таких лоскутков а мне кажется что это очень оригинально что получилось сумками это уже перезаказанные сумки потому что когда мы сереже рассматривали и он меня спросила сколько стоит допустим вот это вот а я ему хотела сказать цены я захожу снова на сайт и я понимаю что сумка стала еще дешевле по скидке и плюс у них акция в честь дня влюбленных на все 20 процентов скидка да ну что мне оставалось делать я естественно тут же перезаказываю сумку и получилось сумка которая стоила 90 евро я ее купила за тридцать тридцать четыре или тридцать пять что-то такое в общем получилось за две сумки у меня около 70 евро те сумки которые пришли именно 14 февраля и он даже и не успела показать как-то не знаю не снимала их и отправила их обратно было три сумки вот такая потом еще одна неудачная попытка зеленая опять оказалась почему-то маленькая хотя сайте цаланда сумками стоит тетеньки ну либо там тетеньки маленькие худенькие сумка по сравнению с ней казалось большая в общем отправила зеленую обратно такую же обратно и была такая глубокого синего цвета сумка она мне очень понравилось но она стоила 70 евро мне как-то жалко стало этих денег за сумку да вот я же говорю да что я не фанат сумок мне очень жалко платить деньги за хорошую да может быть она и хорошая может быть она и качественная кожаная и какая-то там стильная модная но мне жалко платить деньги за сумку потому что сумка для меня это просто необходимость и я отправила те сумки обратно и заказала конечно по скидке и плюс еще минус 20 процентов звучит да тавтология плюс минус 20 процентов получилось очень дешево и теперь я довольна оставила эти сумки перезаказывать больше ничего не буду еще одна ужин так когда потеплеет это от самарис конечно же это кожа заменитель но довольно таки мягкий обыкновенная сумочка я люблю объемные сумки я вам уже вперед об этом рассказывала через плечо ремешочек есть еще один но на этой сумке вряд ли я его буду использовать стандартный набор карманов внутри видите вот сумки большие объемные но разделения нет а в маленьких как всегда разделение есть такой ненавязчивый не чисто белый немножко и крю как-то тогда называется этот цвет мне она тоже очень понравилось и я ее оставила у меня теперь есть две сумки и мне опять надолго хватит курточки которые вернее не курточки а одна курточка и жилет которые мы решили сереже оставить вернее сереже еще сомневается по поводу куртки куртка стоила 130 или 140 евро сейчас точно не помню но получается она по скидке была и на 34 это демисезонная куртка но в то время носить когда уже не холодно и еще не тепло минус этой куртки отсутствие капюшона но сереже чаще всего на машине до передвигается поэтому наверное это не проблема но он думает нужна ли ему эта куртка или нет потому что ту которая его покупала ранее на тоже такая темно-синяя с капюшоном прошлом году по моему им брала но после нескольких стирок она потеряла вообще свой вид скатались манжеты на рукавах очень-очень здесь вот тоже тканевые но по ощущениям и нам на первый взгляд качество гораздо лучше и куртка за 35 евро думаю что это совсем совсем неплохо и жилет который я обязательно оставлю для сереж вернее он его померил он ну видно по нему что сразу вещь понравилась хорошо села хорошо застегнулась сделано очень оригинально знаете не такая вот там простая стеганка или полосочками что-то прошито вот именно вот вот так смотрится очень круто шикарный жилет качество чувствуется это камер актив 60 размер получился жилет по скидке 70 евро да стоит но он стоит этих денег мы не так часто покупаем сереже вещи он в принципе их очень долго носит шикарный вот просто шикарный жилет он с капюшоном что тоже немаловажно да вот такой немного яркий подклад но ничего и вот он практически не видно и он абсолютно не мешает все хорошо сочетается шикарный 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 жилет остается футболки вот эти три которые я выбрала остаются вернее который серёжа померил вечная проблема с этими футболками уже даже разговаривала на работе с девчонками с коллегами тоже все жалуются говорят такое ощущение что как будто специально это что-то добавляют в ткани я бережно стираю футболки особенно сережины до на 30 градусов но всегда проблема они у него почему-то очень быстро садятся и я меняю очень часто ему футболки жилет остается однозначно с футболками а по поводу куртки он думает еще думает будет думать пока я не соберу эту посылку отправить обратно потому что еще что здесь здесь у нас тайсон как всегда и я себе ищу обувь на весну как-то в прошлом году по осени я вам показывал да что я покупала себе туфля такие вот в общем я и ходила один раз ходить я в них больше не смогла я их отправила обратно и сейчас тебе еще что-то такое что можно одеть сразу после того как сниму ботинки да потому что все равно дождливая погода по весне все кроссовки у меня в основном тканевые ничего такого у меня нет то чтобы опять же на повседневную носку да и не промокающая в общем обувь и я себе заказала тут несколько пар чтобы выбрать и померить в общем одна пара вот такая это гейс цены даже не могу сказать некоторые прям вообще не очень дорого стоили я еще не все померила я просто открыла поглядела одну пару обуви померила и сразу то есть она идет обратно а вот все остальное так еще и лежит в коробках я так просто посмотрела все у меня не получалось это все примерить посылка пришла вчера пугать я вам потом покажу естественно что я оставлю так сейчас распакую чтоб не шелестеть вот такие прикольные топтушки на картинке это выглядело как будто здесь не вот такая тканевая клеточка сеточка как будто сделано все равно очень прикольно смотрится здесь не шнуровка а вернее здесь шнуровка но это резинка растягивается не нужно завязывать шнурки но я сразу вижу свою проблему которая у меня есть это вот здесь мне вот тут будет узко если смотреть на те которые от гейс смотрел это там более широкий широкий носок а так они воздушно-легкие вот просто воздушно-легкие я думаю что приноски они будут очень удобные такие оригинальные единственная пара обуви которую я померила которая однозначно сразу же идет обратно вот такие туфельки сразу когда взяла в руки очень тяжелый вы просто не представляете насколько они тяжелые то это просто нереально как будто вот колесо от машины это раз во вторых они на узкую ногу это два то есть на очень узкую ногу поэтому я всегда покупаю 40 размер потому что у меня нога широкая съем высокий не всегда подходит и из-за этого нога не держится в обуви то есть вот если бы она была взята по размеру они бы здесь не налезли а здесь она вообще не держится это когда ты делаешь шаг вот эта часть она слетает абсолютно просто к низу потому что здесь очень тяжелая подошва это нереально ходить в так в такой обуви вот просто нереально хотя смотрится очень даже симпатично посмотрите как такая подтёртая замша сама по себе очень такая мягкая на ощупь неплохая выделка но носить такую обувь просто нереально это сразу же отправляется обратно вот где-то на на килограмма полтора бесит и плюс еще одна три килограмма на ноги одеть это же маски и еще одна пара обуви они немножко похожи с гейс только вот впереди вот такие вставочки задник лакированный здесь уже маленькие недочеты видно краска на вот это скорее всего она облезет в общем так я померяю посмотрю может быть и все отправлю обратно носок тоже выглядит очень узким для моей ноги хотя я как сорока я люблю вот такое все блестючие золотистое мы тут с тайсоном обувь примеряли тайсон в общем бардак сплошной нужно теперь запаковать сначала маленькие коробки все сложить большое то что отправляю в общем так девочки что мы постановили и решили с тайсоном я в общем отдела кроссовки которые мне по ноге подошли и прошлась на кухне в них в общем пока готовила борщ что хочу сказать эти шикарные просто шикарные очень легкий но на узкую ножку к сожалению не на мою вот эти убийственно тяжелые даже ходить них невозможно от тяжести подошву и слетает башмак вот с тайсоном мы постановили и решили что самые удобные те которые подходят на мою ногу и даже прям видно вот этот вот высокий взъем здесь ширина это вот эти от гейс скидка на них в принципе неплохая была очень удобные мягкие и как раз вот именно на сейчас на раннюю весну когда можно уже снять ботинки они такие немножко толстого тенькие на и самое главное что они не будут промокать эти прям такие блестючие золотючие но вот этот вот брак который видно да на лицо обтянута подошва вот такой кожицей какие-то у меня были какая-то обувь была когда вот было сделано так и это царапается и вот здесь посмотрите да краска то есть напыление делали по верху и вот тут тоже вот все ну как-то топорная работа за 60 евро и это по скидке как-то не знаю и они неудобно не жестковатые такие твердоватые в общем это все обратно оставляю себе вот эти это пара обуви от гейс скидка на них была неплохая очень удобные я их и оставляю остальное все назад уже довольно таки поздно нужно уже направляться в сторону комнаты кровати у нас опять такой ветер сильно но не такой сильно конечно как был вчера но порывы бывают прям такие ужасные у нас еще здесь во дворе немного затишье сейчас дождя нет но он кто идет то не идет поэтому сейчас занесу сушилку нужно будет развесить белье сделала две стирки и оставлять на балконе нет смысла посмотрите какой ветер ужасная конечно погода все мои хорошие закругляюсь волк получился длинный с покупками в основном без готовки берегите себя пока пока